Сейчас это всё вспоминается как фантастика. А тогда как можно было маме посоветовать отказаться от операции? Как можно было взять на себя ответственность в такой рискованной ситуации, когда могла оборваться жизнь маленького человечка? Но нам очень хотелось, чтобы он жил. Здравствуйте, Дарья! Дарья, расскажите нам, пожалуйста, свою историю. Расскажите, пожалуйста, про своего сына. Это моя третья беременность, третьи роды, но первый раз было что-то такое, скажем так, не по плану, не так, как в книжке пишут. Известно, была такая патология, была гематома. Уже когда я была беременна, у меня как-то сосудики там, не знаю, начинают кровоточить, и создаётся гематома возле плода, и у меня изначально были такие, тут, скажем так, патология беременности. Но говорили, что с этим ходят, с этим может всё быть хорошо, надо следить, обращать внимание, спокойно расти режим. Но так я ходила с надеждой, что как бы всё будет хорошо, потому что я такая боевая в этом плане дух, и пока не пришла на УЗИ, которая, пренатальное УЗИ, средина срока, то есть 20 недель, и не увидела квадратные, точнее, глаза УЗИста, и услышала вердикт, что у меня без водия, что нет вод, и уже это по УЗИ врач сказал, что это уже не первая неделя. Соответственно, я понимала, ну и я так потом проанализировала, так как живот выглядел, а он так сверху был, вот от груди, он должен быть таким, как мячик, а он у меня был впавший, как трамплинчик. Я понимала, что это уже вот недели две, как минимум, а то и три, так по воспоминаниям. Соответственно, из-за того, что не было вод, была плохая видимость ребёнка, мне наговорили, что у него там безумно уже много патологий, вплоть до того, что нету, не то, что они не видят, было сказано, нету органов. И мне врач отделения патологии новорожденного час рассказывал, что по статистике медицинской практики он даёт 90% гарантии от себя, что это генетическое неправильное размитие и смертельный случай. У меня рассказывать свои эмоции бессмысленно, это, я думаю, каждая женщина, которая была беременна и является мамой, знает, и вообще чисто по-человечески понятно, а тем более это была моя третья беременность, то есть я уже знала, что такое любовь и что такое свои дети, это безусловная любовь, я безумно ждала этого малыша. И начался такой наш, скажем так, нелёгкий путь. У меня начали информацию предоставлять, что здесь неизвестно, как всё каждую секунду пойдёт, то есть это уже нездоровая беременность. Я должна понимать, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, так говорят, что, скорее всего, дабы не сказать, что вообще ничего из этого не выйдет. Меня даже на сохранение тут по месту жительства никто не предлагал оставить в госпитале, так как считали, что это случай без выхода. А мне сказали, что кто-то по законодательству есть ещё время, если по генетическим, там, сделать генетический анализ, он будет нездоровый, то я могу согласиться на аборт, а уже на таком сроке это искусственный род. Как вы понимаете, это совершенно был не мой путь. Я пообещала себе и ребёнку, что я буду до конца бороться, то есть так, как нам отведено, так, какая у нас предстоит, ну, скажем так, да, как вот судьбой, да, вот наша роль какая есть, вот мы будем бороться. Я довольно-таки часто ходила на УЗИ, ну, допустим, каждые две недели. Ввиду ещё того, что у меня были большие кровотечения из-за гематомы внутри матки, то есть у меня просто я могла вот так вот идти по улице, и у меня в один момент вот такие порции с меня начинала по ногам кровлиться. Ну, а это, скажу, это было лето, то есть я могла идти по улице, у меня так бабах, и я просто летела куда-то, как сказать, на пункт приёма, как скорая помощь, то есть быстренько, чтобы мне делали УЗИ, смотрели, потому что я не знала, что на каком этапе, что это уже. Так у меня, в принципе, практически там стабильно по несколько дней в неделю вот так происходило. По подобным ситуациям посоветовали профессора в соседнем городе, который он, как я уже знаю, по крайней мере, от других тоже девочек, чуть ли не один на всю Европу, или в данном моём случае, так как у меня не было вод, то мне был поставлен такой катетер, который вот так у нас в Вене, он торчит на руке, а это у меня в животе такой был. Была тоненькая такая трубочка к ребёнку непосредственно туда, и мне каждый вечер в протяжении, как потом получилось, 7 недель, каждый вечер, 8 вечера, мне порция 200-250 мл заливались воды. Это не давало каких-то больших гарантий, что будет всё отлично, так как это наберётся, оно там останется, и ребёнок будет водички глотать, кувыркаться, и дальше развиваться. Нет, совершенно это не так, так как воды уже протекали, то есть не могли выработаться, так как пузырь этот был, не пузырь, а плацента была проколота, то есть то, что мне вливалось, оно мне вот до утра, за ночь я лежала, и с меня всё лилось, вытекало, то есть это я всю ночь меняла себе эти все постилки, всё на свете, но, как сказал профессор на тот момент, говорит, мы даём ему шанс, что хотя бы раз из трёх, допустим, у него будет возможность что-то глотнуть, потому что так вод вообще нет, то есть было безводие полное, и мы ему даём шанс, то есть так у него нету шанса совершенно, а мы как бы вот даём шанс, и накануне его рождения, а родился он путём экстренного кисарево сечения 8 октября 2019 года, утром в 8 утра, накануне 7 октября ко мне позвонила моя хорошая подружка, наша соседка, которая тогда поведала мне информацию, прям моим дником было, о Наталье, о пуп, о такой работе, ровно на следующий день, утро в 8 утра, когда мне пришли очередной раз ставить, вот категи измерять, то есть шевеление, сердцебиение, в 6 утра пришли, промерили пульс, всё было ещё хорошо, как и до этого все эти недели, а пришли в 8 утра ставить категи, и уже не могли нащупать его пульс, ну а у ребёночка, внутриутробно, то есть норма 140-160, вот такая это норма сердцебиения, а начали мерять мой живот, и причём, например, место там внизу живота, и еле-еле что-то 60 могли споймать, то есть эти показатели, и просто медсестра в шоке, как бы сама переживая, говорит, может это я ваш, ваш, типа ваше сердцебиение нащупываю, а я же понимаю, какое моё сердцебиение внизу живота, ближе уже к паховой зоне, и я лежу просто молча, и, ну это паника, паника, я понимала, что, ну, что всё, вот этот наш момент, кульминационный, вот это вот разрешение, переходим в следующий этап, и меня быстро начали проверять, малыш уже умирал, мой Дамиан, сыночек, он умирал, он просто из-за того, что не было вот, он у меня вот в тазовом моём дне, он просто вот лежал, он не был как в шарике, он просто вот так вот, как на УЗИ, как мне рассказывали, да, врачи, он просто там лежал, и он, видимо, уже, ему не было сил, или он, может, что-то передавил себе, он просто уже умирал, он вот как, как по чуть-чуть задыхается, по чуть-чуть останавливается, сердцебиение, то есть у него на тот момент, как начали панику бить, это у него уже было 60 в лучшем случае, ну и, конечно же, было решено экстренное керсовое сечение, то есть спасать, спасать, пробовать спасать ребёнка, ну, соответственно, меня тоже, и мою психику, моё материнство, и быстро отреагировали, я как бы за это тоже врачам безумно благодарна, потому что без этого бы всего, да, он бы не родился, не произошло бы того, что он сейчас есть, естественным путём там не было варианта, просто, он бы не справился никак, он бы, у него не было сил, и он родился, сразу скажу, что он родился совершенно, не развиты были лёгкие, совершенно, хотя в сроке 28 недель, как он родился, уже малыши могут дышать самостоятельно, там, при помощи уколов гормональных вотстеритов, и при помощи там искусственной вентиляции лёгких, то есть они за короткое время восстанавливаются и зарабатывают, а он, то есть родился, была тишина, потому что я была под эпидуральной анестезией сначала, была в сознании, да, то есть я никакого писка, как это вот ранее было, да, когда рождается малыш, и писк, жизнь, не ты слышишь, была тишина, была тишина, безумно страшный момент, мне пришли, сказали, на счастье, что он родился, и он жив, но в очень тяжёлом состоянии, по классической шкале Абгара, у него при рождении было 3 пункта, 3 пункта, через 5 минут, когда его запустили, называется это респиратор, то есть через трубочку лёгкие провели, когда его начали качать лёгкие, запустили, то ему уже дали через 5 минут 6, и в течение первого дня он имел 6, то есть, ну это, как я понимаю, наверное, очень прекрасно, что он вообще запустился, вот, я, он тоже, как бы, очень сильный, как я уже знаю, ну, очень сильная душа, он запустился, то есть, я понимала, что мы боремся дальше, у меня был шок, я очень, я сначала, вот когда шок, это не то, что ты рыдаешь напролёт, у тебя сначала вроде бы подрыв такой, что он же ж родился, он есть, а потом, когда ты видишь, что это такой вот, весом 1 килограмм 50 грамм, красный тоненький человечек, которая полностью кровеносная вся, сосуды, система вся видна, то просто, ну, снова паника, страх, слёзы, но он боролся, то есть, сердце билось, лёгкие с помощью аппарата, он, конечно, дышал, всё, все органы, всё было на месте, он, все ручки, ножки, всё ровненько, потому что, ну, соответственно, у меня говорили, что, возможно, при том, когда нету вод, и патология, что, может быть, как минимум, искривлены конечности, то есть, деформация тела, неразвитые лёгкие, вообще какое-то, ну, мне, например, на там узи вообще говорили отсутствие, то есть, какие-то там, то есть, если нет вод, то, соответственно, это почки нормально не работают, да, мочевик, кишечки все, то есть, они не промываются, то есть, там не проходят процессы, нужно. Но у него было всё, да, единственное, что вот эти лёгкие были слипшиеся, и сами по себе, в течение потом, скольких, четырёх-пяти недель, он уже жил месяц, он не справлялся сам, по поводу лёгких, да, дыхания, то есть, его пытались на самостоятельное перевести, так как детки уже в таком, на таком этапе развития, они уже могут дышать сами, конечно же, могут, но он нет, у него обратная слипалась, особенно, вот, как я уже знаю, вот эта левая лёгкая, то есть, она у него просто не открывалась, он не мог, и ничего не помогало, ни фармакологические, ни какие средства, и плюс ко всему, у него не закрылась артериальная протока баталова, соответственно, это тоже была, ну, скажем так, проблема, потому что, по-хорошему, она должна закрываться, там, в течение первых недель после рождения, но так как это очень недоношенный ребёнок, они ему давали больше времени, то есть, четыре недели наблюдали, пять недель наблюдали, не помогали фармакологические методы, ну, то есть, там, медикаментами, да, бывает, помогают, закрывают, ничего не помогало, и пришли к тому, что он был заквалифицирован, как это называется, на операцию на сердце, и нас, когда мне позвонили, уведомили, сказали приехать, и уведомили, что ему нужно, да, то есть, без нашего соглашения ничего делать не будут, но по логике, да, мы же должны на всё соглашаться, чтобы его спасать, да, для того, чтобы спасать ребёнка, то у меня была истерика, я понимала, что всё идёт не так, как должно идти, и тут у меня был в голове, и я вспоминаю про тот рассказ, про Наталью, про Пуп, про команду, про то, что, как бы, начать работать в этом направлении, и я вместе с мужем, мы подали заявку, тот же мой вечер, так скажем, про осветление, как только я обратно включилась и вспомнила про эту возможность, подали мы заявку, я писала ситуацию, какая есть, что вот нам предлагают операцию, но я своим душой чувствую, что это не то, это не выход из нашей ситуации, что это не поможет тому, как оно должно помочь. Когда мы получали заявку от мамы Дамиана, и я настроился сразу же на состояние ребёнка, я понял, что нужно работать незамедлительно, мы взяли его вне очереди и начали разворачивать всю ситуацию, то есть мы не могли знать на 100% исход нашей работы. Из-за того, что, как оказалось, ситуация была наша сложная, ещё и кармически сложная, Наталья мне прислала линк уже с нашим видео, с проработкой на следующий же день. То есть очень быстро, очень быстро я получила ответ. Мы, когда с мужем вечером в спокойной обстановке уложили детей спать, чтобы это была вся обстановка для данной ситуации, спокойная. Но когда просмотрели видео, у меня был шок от услышанного, потому что действительно много чего, когда совпадает, и описана ситуация, мало того, что это всё тянулось с предыдущей инкарнации, и это была именно работа кармическая, моя и Дамиана, моего сына, наша напрямую. То есть тут даже, грубо говоря, никто другой не был задействован особо. То есть это чисто была, скажем, моя кармическая отработка. И она была очень серьёзная, это непростая. Ну, скажем так, то есть Дамиан был по вот тому, тому изначальному, да, раскладу, он не должен был быть далее в нашем земном мире, скажем так. То есть я должна была пережить потерю ребёнка. Представьте. Первая мировая война. Военные пленные под белым флагом стоят у закопов, поднимают руки и сдаются. И в это время кто-то из британских военных стреляет. Стреляет в грудь, пуля проходит в области сердца, задевает лёгкое, с левой стороны. И в это время душа пленного принимает решение, принимает решение, завязывается кармическая история о том, что она придёт ребёнком. Придёт ребёнком к маме для того, чтобы она похоронила и пережила смерть единого. Для того, чтобы у неё был собственный опыт этой смерти. И к нашему счастью и здоровью, и жизни, то есть Наталья и Андрей, и Ирина, и все включились, и они начали скажем так, раскрывать все карты, связываться с душой, узнавать, что, как и почему, и стараться проработать это. И мы начали наш путь. И я выбрала это, потому что тогда непосредственно Андрей видео назвал срок, который ещё надо дать Дамиону, потому что они его проработали, они проработали с душой, да ещё вот несколько дней, 4, например, 4-5 дней, чтобы это всё произошло, чтобы протока артериальная закрылась, ну и помочь с лёгкими. Когда закрывается кармическая история, с прошлого высвобождается много энергии и ресурса, и душа и тело не сразу же включаются в это, должно пройти некоторое время, чтобы пошёл видимый результат, чтобы этот ресурс вернулся в настоящий мир. А на тот момент операцию уже мне просили делать буквально через два дня, и я должна была как бы своими тут физическими силами её оттянуть, то есть не дать своё соглашение на операцию. В тот момент по иронии судьбы оказалось так, что первый раз я приехала сама без мужа в больницу, когда мне дали все документы на руки, то есть я позвонила мужу и говорю, я стою здесь, я тебе честно откровенно скажу, я не дам согласия на эту операцию, ты можешь считать, я говорю, как хочешь, я не подпишу. А это была среда, операцию говорили, чтобы провести в пятницу соответственно до дня, я не подписала в среду, это всё тянулось, выходные, выходные дни никто не делает операции, ну, по крайней мере, это экстренно делают, а это не была такая прям экстренная ситуация, он просто был в очереди. И я, получается, по такому раскладу, а в понедельник был государственный праздник, и соответственно, учитывая то, что я отказалась, ну, не дала согласия в среду, то есть четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, захватывая, так совпало, государственный праздник, пять дней, пять дней, о которых, скажем так, говорил непосредственно Андрей, я выборола. И что вы думаете, во вторник был первый рабочий день на той неделе, и во вторник он должен был быть оперирован, но, так сказать, в преддверии операции его контрольный раз проверяли, делали УЗИ, и что вы думаете, у него заросло почти полностью, и он уже не квалифицировался на операцию, и мне, когда я была дома, я ждала звонка, и мне позвонила врач и говорит, я не знаю, ваша ли это заслуга, но операция отменена. Работая в подсознании ребёнка, мы почувствовали такой момент, что, во-первых, когда он родился, у него не было сформированы внутренние органы, и он был очень слабым, и когда мы просматривали будущее его, после операции он просто бы не смог бы восстановиться и умер. у меня, я не плакала, я знала, что так будет, я ждала этого. У меня просто, у меня был такой подрыв всего внутри, это вот как наоборот, у меня был такой заряд. «Да». Я бросилась на шею мужа, я говорю, ты видишь, я говорю, пожалуйста, доверяй мне и доверяй тому, кому доверяю я. в тот день, когда мы получили сообщение, что операция отменена, мы плакали все. Ну и дальше было так, с этим мы, скажем так, покончили, было прекрасно все, что не будет малыш подвергаться на таком этапе, а на тот момент он был весом полтора килограмма, то есть это все равно очень-очень маленький человечек и самое опасное было в этом во всем это наркозы, анестезии, чтобы снова останавливали легкие, ну в общем. Но дальше снова стоял момент, что вторичные пошли заболевания легких от того, что он уже очень долго находился под аппаратом искусственного дыхания, это пошла дисплазия легких и обратно же снова поставили нам диагноз, что именно тяжелой формы. Но снова же я, то есть ответ написала, что вот такое счастье на данном этапе, что у нас получилось, и мы, ну и сказала, что дальше он не отключен, что от искусственной вентиляции легких, что дальше вот стоит уже вторичные пошли моменты, то есть у него заболевания и у очищения отбросаются, что если он так и дальше будет, то очень вторичные вот эти дисплазии очень там усугубится. и проработка была следующая, вторая, то есть уже непосредственно легкие была проработка командой. Ему, вот Ирина даже помнила, у тебя как перед глазами, она просто вот после того, как проработала, она говорит, я даже как чувствую, как у него это левое легкое, слипшееся, оно просто не раскрывается. в какой-то момент я почувствовала, что мои легкие начали наполняться воздухом, и я поняла, что я дышу легкими, Дамьяна. Я в тот момент я поняла, что он будет дышать, будет дышать и будет жить, мальчонка. И была следующая проработка уже непосредственно на легкие, и обратно же Андрей сказал срок, когда он сказал, например, средина декабря. Так все и было. Вот когда я приехала 16 декабря к сыну, и я его увидела без ничего, я так открываю эту шерпочку, и лежит какой-то человечек. Я в первой мысли, «А где мой Дамьян?» Это какой-то другой ребенок. То есть я понятия не узнала. И тут я понимаю, я смотрю на пись, «Дамьян, да, Дамьян вернись». Я понимаю, что это он. И я ему говорю, «Привет, ну вот мы и познакомились», и у меня просто слезы. Ну то есть я человека полностью нормально первый раз увидела. Но я же говорю, все, ну как я услышала, как было сказано, вот эти сроки, оно так и происходило. Ну это вот, да, не чудо ли это? Ну и дальше, дальше момент пошел, что он не справлялся с координацией движений, чтобы и дышать, и глотать, есть одновременно. То есть он захлебывался. Его кормили через зонт. А чтобы выпустить домой, он должен был бы сосать, то есть дышать. Сосательный рефлекс все есть, все присутствовало. Но не справлялся он с координацией движений, то есть чтобы и сосать, и дышать. Он когда сосал, он не дышал, начинал давиться и захлебывался. Останавливались, все падало сердцебиение, останавливались все, начинали пищать все датчики. Очень страшный момент, когда это все пищит, честно, сердце у родителей останавливается. Ну, он сияет, ну, такое, страшно. В таком состоянии малыш тоже, он не самостоятельен, потому что, конечно же, питание – это залог нашей жизни дальше. Был такой следующий этап. И следующая основа – проработка. Проработка, но тут сказали уже ребята, что это просто ему надо дать время. Надо дать время на то, чтобы, само собой, эти легкие и все там остальные моменты, просто, чтобы они набрались сил, чтобы они развились, набрались сил. То есть, на данном этапе у него не было никаких, ну, скажем так, осложнений. Это не то, что была какая-то точная проблема. Это просто надо было ему дать время. Надо было правильный подход, то есть, там, соответственно, правильную позицию, только вертикально. И это все было оговорено в видео, сказано, почти инструкция по применению. И в преддверии вот этого такого общепринятого праздника Рождество, которое у нас все празднуют, наши соотечественники, то есть, 6 января он приехал домой. Он приехал домой и полностью он вел себя, выглядел, и как по сей день, вот ему уже две недели, как он с нами дома, да, вот будет послезавтра. Это просто вот, как будто бы ничего не было, вот как будто бы той нашей истории просто не было. и я безумно благодарна, я безумно радуюсь, и я хочу жить сейчас здесь вот этими эмоциями и радоваться, вот что он полноценный, он полностью все вот, мой человечек, мой сыночек со мной. И у меня полностью все вот там, все блокируется по поводу всех минувших стрессов, переживаний, все того, что мы пережили. самое прекрасное знать, что это все не зря. И у нас все на данном этапе так, как должно быть. Вот так, как вроде бы в срок рожаешь, как вот, ну, у меня опыт есть, да, как дальше развивается ребенок, как он растет, как он ест, набирает, он ест, кстати, он на груди полностью, он не с бутылочки ест, он на груди лучше всего ест. Все классно, все классно, мы работаем дальше. Я, да, и для всех информация, то есть это не значит, что если будем так, как кто-то считает, да, нам помогли, сделали что-то, подсказали раз, и дальше все пойдет по маслу, это не так. Надо, надо всегда быть в работе над собой, надо всегда помнить, с чего все начиналось, и что это надо всегда работать над собой, чтобы это продолжалось. Спустя несколько дней мы получили письмо от мамы. Очень интересный момент обнаружился. Я была в шоке, так сказать, как все совпадает. Когда переодевала Дамиана, увидела, что у него на груди родимое пятно красного оттенка, и по левую сторону, и в голове моей произошел бабах. Это выглядит аналогично, как рана от прострела с прошлой инкарнацией. Вот сами посмотрите. «Счастье есть». Поэтому счастье есть. Счастье есть, и мы творцы своего счастья. И безумно благодарна, что есть такие люди, я безумно восхищаюсь, которые умеют ценить, как говорится, не от ума только идут, а от души. во благо наше вообще вселенское, не только в своих интересах. У нас очень материальный мир, безумно материальный мир. Мы все в нем. Это наша жизнь на сегодняшний день. Но то, что мы умеем от этого отключаться, переключаться, и ценности, работать над ценностями, которые правильные. И на самом деле никакие деньги не дадут нам возможности быть здоровым и жить. Никакие. Да, плата тут совершенно другая. Спасибо вам большое за интервью. Ваша история, на самом деле, просто невероятная. Вы молодая, вы красивая, и считайте, что вы уже, у вас есть прям, не знаю, победа над смертью. Вы просто победили вместе с вашим малышом. Даже несмотря на кармическую историю, несмотря на то, что должно было случиться, вы взяли вдвоем, победили весь мир. Мы это сделали, да. Мы все. Вот, мы все. Спасибо. Спасибо огромное. Мне безумно приятно делиться в таком настроении. Да, и мне безумно приятно быть сейчас в таком состоянии своей жизни, души. Понятно, это все непросто. Вообще с малышем непросто, да, тут. и другие нюансы, недоспанные ноти, еще старшие, все, но сейчас по-другому вообще на это все, ну, на все реагируешь по-другому. То есть, когда есть ответы на вопросы, и когда ты себя чувствуешь и слышишь, и доверяешься, да, и знаешь, кому довериться, и есть кому довериться, это реальный кайф жизни. Это очень круто. Это очень круто, когда есть кому довериться, есть кого послушать, да, действительно. И когда счастье есть. Да, я уже знаю. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Эта история невероятна, но именно такие истории, счастливые истории, дают нам силы и энергию для того, чтобы мы могли двигаться дальше в инфодайвинге, находить новую информацию, находить новые пути, как помогать детям.